Субтитры создавал DimaTorzok Творческие занятия, а также беседы о церковных праздниках. Участие в жизни детского сада принимают священнослужители Русской Православной Церкви. 9 июля руководитель отдела религиозного образования протеерей Александр Игнатов посетил дошкольное учреждение, где встретился с родителями учащихся. Ни семья, ни общество, ни воспитание без любви ничто. Вот почему мы вспоминаем этот прекрасный праздник о любви Петра и Февронии, прежде всего о любви к Богу. Потому что вся их жизнь была к Богу устремлена и положена в основу жизни. И в общем-то с верой в Бога они перешли в мир вечности. Почему? В одном роде и по этой временной жизни все равно пребывают вместе. Хочу пожелать вот семье каждого из вас любви и веренности. Вот тогда для нас этот праздник станет дорогим и желанным. Желаю вам, чтобы вы всегда искали Бога, чтобы вы всегда старались молиться Ему и не забывать о том, что Он есть любовь. Потому что без любви все – ничто. А с любовью это все, однажды найдя это все, никогда его не теряли. Чтобы вера и любовь всегда у нас была на первом месте. И тогда все остальное, как сказал Спаситель, непременно приводится. В этот день маленькие воспитанники детского сада подготовили небольшое выступление в честь Дня Семьи, Любви и Верности. Детство – это важный период в жизни каждого человека. Именно в ранние детские годы формируется личность ребенка. Закладываются такие черты характера, как доброта, милосердие, честность, смелость. Важно сберечь это ценное время и посеять семена добродетелей, такие как вера, надежда и любовь. Вот почему так важно уделять внимание духовно-нравственному воспитанию и развитию детей в самом раннем возрасте. И в семье, и в детских дошкольных учреждениях. Тот, кто будет Бога любить и слушать своих родителей, тот будет по-настоящему счастливым человеком. Потому что так сказал сам Господь. Чти отца твоего и маму, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Те, кто слушает своих родителей, те будут меньше болеть, дольше и счастливее быть. Вот я желаю вам, чтобы вы были послушным родителям, а значит будете крепче и телом, и духом.